Библиотека Архангельский литературный музей представляет вашему вниманию видеопрезентацию «Причалы души Анатолия Лёвушкина» о жизни и творчестве поэта, приуроченную к столетию со дня его рождения. Анатолий Лёвушкин – поэт эпоха, поэт, чей творческий путь длился две трети века, а вехами на этом пути стали два десятка поэтических сборников. Поэт, оставшийся активным участником литературного процесса с сороковых годов до конца XX века. Родился Анатолий Лёвушкин в Рязани 13 августа 1922 года. Его отец работал лесничим, жизнь в общении с природой серьезно повлияла на будущего поэта уже в детстве. В июне 1941 года он окончил среднюю школу, еще будучи школьником, начал писать стихи. Некоторые из них были напечатаны в областных газетах, а также в «Комсомольской правде», «Пионерской правде», в журналах «Молодой колхозник» и «Работница». В годы Великой Отечественной войны Анатолий Лёвушкин работал в Рязанском областном радиокомитете, выступал со своими стихотворениями по радио и в газетах. В 1943 году молодой поэт поступил в Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР. В марте того же года он участвовал в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. Учился и писал стихи. Первый сборник его стихов «На берегах Аки» вышел в Рязани в 1947 году, еще во время учебы в институте. Эту книгу Лёвушкину зачли в качестве дипломной работы. Через несколько лет в Москве в издательстве «Советский писатель» вышли его книги «Приокские рассветы» и «Во глубине России», а затем и многие другие сборники. За поэму Прасковья Николаевна в 1957 году Лёвушкин был награжден медалью за трудовую доблесть. В этом же году он был принят в Союз писателей. В своих стихах поэт пишет о родной и милой его сердцу Рязанщине. Важное место в творчестве поэта занимает природа края. Но это не просто любование ее красотой. Поэт показывает единение природы и человека. В лугах. Не межи, не тропинки, лишь сплошная трава, и от зелени пылкой глаз нельзя оторвать. Он шагает, кудрявый, озорной мальчуган, по разбуженным травам, по весенним лугам. Он на землю спиною ляжет, руки в разброс, перепутав с травою кольца русых волос. А вокруг перелески по колено в траве, до стрижей переплески в золотой синеве. И травинку покрепче стиснув в смуглой руке, он опять что-то шепчет о лугах, о боке. Над июньской упоймой тишина залегла, млеют в свежести полной заливные луга. В Архангельск Анатолий Левушкин приехал на семинар молодых поэтов области. Портовый Архангельск понравился поэту. Ему захотелось побывать в море, посетить далекие заполярные поселки. И он, одержимый стремлением к перемене мест, в 1964 году переехал жить в город на Двине. Архангельская писательская организация получила хорошее пополнение сложившегося поэта со своими устойчивыми литературными симпатиями, определившейся манерой письма автора нескольких сборников. Средь вольных полей, среди ласковых рек, не юноша, взрослый уже человек стал бредить вдруг морем и ветром соленым. И юность вернулась годам вопреки, и сотческим кровом, простясь не без грусти, ушел человек от излучина ки на север к двинскому холодному устью. Север обогатил Анатолия Левушкина новым жизненным материалом, новыми темами и характерами. В Архангельске он написал поэмы Георгий Седов, «Корабельные люди», «Соловецкое чудо», Михаила Ломоносов и другие. В них автор раскрывается как художник, способный создать сложные и яркие образы передовых людей России, подвижников, первооткрывателей. Людей по морям, мореходов и корабелов Анатолий Левушкин знал не понаслышке. На собственном опыте ощутил поэт нравы Белого, Баренцева и Карского морей, когда плавал на судах северного морского пароходства в Арктику. Поэтому и любил он писать о штормах и ледовых милях, о современных теплоходах и парусных шхонах, а главное – о тружениках моря. Поэт изнутри постиг главные законы жизни поморов, понял суть поморской поговорки «Море строит человека». «Строит, но не подчиняет, учит быть равным ему, учит побеждать, ценить жизнь и быть готовым ежедневно рисковать ею, учит не бояться смерти». Особенно любит Анатолий Левушкин ледоколы. В его стихах они воплощение самой сути характера лирического героя, ибо в споре яростном и упрямом каждый дюйм ледокол берет. Кажется, что не только о судне, но и о себе говорит поэт такими строками «Ледокол душой ледокольной не приемлет путей окольных, грудь, открыв ледяным ветрам, напрямик идет, на таран». В числе наиболее частотных слов в лирике Левушкина такие слова, как «неистовый», «яростный», а главный сквозной для стихотворений и поэм мотив – это стремительное движение, борьба, сопротивление. Это тоже отражение могучего биения жизни, зовущей «лететь и все мускулы напрячь, не слушаясь преград». «У меня две родины – Рязань и Север», – говорил Анатолий Ильич. Критики отмечали, что поэт, всей душой полюбивший Север и морскую стихию, остался верен в своих творческих привязанностях и Рязанской земле, земле Есенинской. Она ничем меня не балует, моя земля, где я рожден, но каждая травинка малая мне говорит «Вернись, мы ждем!» «Ты наш!» – шумит листва стаустая, «Нет у тебя земли иной!» И я недаром крылья чувствую, большие крылья за спиной, и тем воскрыльем сильным поднятый Я из-за тридевять морей Лечу к единой, самой подлинной Любви моей, красе моей В 70-е годы в книги Левушкина входят стихотворения и поэтические циклы, посвященные творчеству великих художников прошлого, стихи, навеянные поездками в Италию, Францию и Испанию. Эти произведения – новая грань в творчестве поэта. Венеция Упругий ветер веет с моря, Струит заря лимонный свет, Бьют в колокол гиганты море За часом час, за веком в век, А там внизу, у их подножья, Беспечной жизни торжество, И говор города помножен на голоса гостей его, Их, самых дальних, самых разных, Он изо всех краев собрал, И вся Венеция, как праздник, Как неуемный карнавал, Как нетускнеющая елка, Что на столетие зажжена, И дышится легко и емко, И в борт гондолы бьет волна, И все же с истиной не споря На башню древнюю взгляни, За часом час гиганты море Твои отсчитывают дни. В 1980 году в северо-западном книжном издательстве Вышла книга стихов для юношества «Парус». Вошедшие в нее произведения, Проникнуты духом гражданственности, Утверждают ценность таких качеств, Как честность, мужество, Служение высоким идеалам. В год 60-летия Анатолия Ильича Левушкина Был выпущен сборник его произведений «Эхо». Уже само название книги подтверждает мысль О перекличке в творчестве автора героев разных эпох. В предисловии к этому сборнику читаем Раскованность интонации, Редкостные по выразительности слова, Любезные слуху русского человека, Идущие из глубины веков, Распахивающие просторы исторической памяти народа, Все это не может оставить читателя равнодушным. За сборник «Снежная исповедь» Левушкин получил Рубцовскую премию. Всего в издательствах «Советский писатель», «Советская Россия», «Московский рабочий» и «Северо-западном книжном издательстве» вышло около 20 сборников Анатолия Левушкина. Стихи его публиковались в антологии «Молодогвардейцы» и других коллективных сборниках, издаваемых в Москве, Ленинграде, Архангельске, в журналах «Новый мир», «Москва», «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Север», «Волга», «Огонек», «Крестьянка», «Юность» и в литературной газете, и в литературной России. Жил Анатолий Левушкин в Архангельске 37 лет, до кончины. Похоронен по завещанию в Рязани. Литературовед Елена Галимова о творчестве Анатолия Левушкина написала так. Изначальная и сохраненная поэтом до конца жизни сердечная привязанность к родным краям и нашедшие его уже в зрелые годы любовь к Северу соединялись в его душе с любовью ко всей России, ее истории и современности. Об этой любви он говорил редко, но когда говорил, то найденные им слова звучали по-особенному, проникновенно и лирично. Давайте послушаем еще стихи Анатолия Левушкина. Море в иллюминатор дышит тепло и влажно, Тучи накрыли море, надолго залегли, Тучи, туман и море, И не полоски даже тонкой, Едва приметной, вечно родной земли. Море катает волны, Море пружинит судно, Море соленой влагой Хлещет в лицо в упор. Ты не горюй, что море Нынче на краске скудно, Море открыло настежь свежий прямой простор. Где же границы моря, Где-то в туманном небе, А глубоко ли море, Видно совсем без дна. Море прямое в дружбе, Море прямое в гневе, Это лишь мелким речкам Свойственна кривизна. Белая ночь В Архангельске белые ночи, И в полночь Архангельск дневной Я с белой ночью воочию Встречаюсь над сонной двиной, Встречаюсь, ничуть не отчаясь, Что нынче опять не до сна, Как лодка от пирса отчалясь, Покорно удару весла, Так я этой ночи покорен, В ней что-то зовущее есть, А север могуч и просторен, Навстречу распахнутый весь, А север обманами дразнит, Здесь полночь, как утро, Точь в точь. Какой-то неведомый праздник Сулит эта белая ночь, Неверного шага не делай, Назад повернуть не спеши, Побудь в этой полночи белой, В нетронутой этой тиши, В немеркнущей роскоши света, Гони все сомнения прочь, Последняя песня не спета, Не кончилась белая ночь. Материнский наказ Говорила мне мама с Богом, Я наказ материнский помнил, И ступал по земным дорогам, И дороги шагами полнил, Нет конца тем путям тернистым, Тем дорогам крутым и длинным, Кем считать себя атеистом Или истинным христианином. Все случалось, все в жизни было, Был я хмурым и был недобрым, И беда меня смах убила, Поддавала беда под ребра. Как сомненья свои размыкать, Преисполнится истой верой, Над землею весной размытой Остро пахнет пасхальной вербой, Словно зелень из почек вешних К свету вещему солнце рвется. Всех нас многострадальных, грешных, Милосердное греет солнце.